Дорогие друзья, я опять с большим романием посетила очередное мероприятие Сергея Сергеевича Лаврентьева. Как говорится, вот здесь представлена одна программа творчества, уникальная выставка, но мы как члены общественной палаты знаем поглубже всю его работу. Он великий подвижник, потому что постоянно его передавали с ним. Я знаю, как он ведет длительную работу по изданию журнала. Он уже не предприниматель, а вот всего нас, всего руководителя общественной организации, попробуйте издать журнал. Такой красивый, где-то около 500 тысяч надо. Это бесконечная вот эта работа по изданию журнала. Затем я узнала, что он ведет большую работу с детскими домами. Я была очень удивлена, совершенно недавно, узнала, насколько близко он принимает к сердцу судьбу каждого ребенка, который находится в интернате. Недавно интернаты, я даже не помню, интернаты сформировали. И, как говорится, вот эта организация вела борьбу за существование вот этого интерната. Поэтому я хочу сказать, что он не только художник, журналист, руководитель общественной организации «Васточник над Недомом», но и вообще великий подвижник нашей творческой земли. Давайте пожелаем ему большого здоровья, творческих успехов. Я думаю, он еще длительное время будет нас радиться и наработать. Спасибо. Слово предоставляется пропиерей Григорию Самуеву на строительстве Казанского храма города Воронежа. Друзья мои, так православно устроено, что человеку обязан, человеку, пребывая в православном мире, анализировать свои события, события, которые происходят вообще в исторической перспективе, события, которые происходят в жизни каждого из нас человека. И надо сказать, что фиксируя человечество, на что несколько способов фиксации вот тех событий, которые происходят в мире, да, это вот книги мы пишем, вот картины, и вот развитие прогресса привело к тому, что появилось такое искусство, как фотография. И надо сказать, что в жизни, в жизни человека, в жизни общества происходят некоторые процессы, и вот человек, действуя вот в этих ситуациях, порой глубоко не анализирует то, что с ним происходит, или то, что происходит с обществом. И отчасти и фотографии сейчас в наше время дают возможность нам остановиться и вернуться в прошлое, и осознать по-новому те события, которые происходили в мире. Поэтому ныне, вот сейчас фотографы, фотографы высокого уровня, отчасти сродни историкам, историкам, которые для нас запечатлели процессы, происходившие когда, и чередали для нас, чтобы мы с вами их оценили правильно и сделали с вами правильные выводы. Также, касаясь деятельности фонда «Ласточкино-Гнездо», нужно сказать, что, к сожалению, наше общество сейчас до конца не понимает вот той трагичности, которую мы переживаем, когда видим детей наших, наших с вами родственников по крови, вот остающихся, может быть, без родительского тепла. И посему, дай Бог, чтобы и этот фонд, и эта выставка продолжали дальше свое существование. Дай Бог, чтобы счастье как можно больше пошло в жизнь каждого человека. И фотографии, фотографии Сергея Сергеевича, если отражали исторические или человеческие судьбы, то у них все больше введено счастье и добра. Дай Бог Сергею Сергеевичу в дальнейшем трудиться. Передаю, позвольте передать вам благословение владыки нашего, который сейчас пребывает в Москве, не мог посетить эту выступу, но и благая вам лета, Сергей Сергеевич. Крайни господи. Спасибо. Дорогие друзья, сейчас я приглашаю поэта Виктора Батраченко. Дорогие друзья, сейчас я приглашаю поэта Виктора Батраченко. Это память, я об этом много уже говорил, это история. Но вот я пишу стихи, и иногда получается так, что посмотрел фотографию, Сережа Деолы, дочь моя фотографирует. Я пишу стихотворение, потому что мы не сразу понимаем, что за впечатлено. А когда смотришься, взглянишься, увидишь какие-то детали, неожиданный совершенно поворот. И есть стихотворение, которое я написал, что в сентябре два стихотворения, Семену Гнуку, который далеко уже идет, Денберец, я его вижу очень редко, раз в год всего написал. И у меня появилось два стихотворения, по фотографиям его Гнука. Так что вот сейчас я тоже много чего увидел, наверное, у меня что-то получится. У меня дома висит замечательно, что это фотография, дорога задумывается. У меня здесь есть один египет, подписанный Сергеем. И мне хотелось бы сейчас прочитать стихотворение, если оно понравилось, я ему подарю. Я описал это стихотворение, хотя в осень-осень совершенно замечательно, я писал просто вот свои наглядения. Но когда я выбирал, что прочитать сегодня, я решил на этой стихотворении остановиться. Мне кажется, оно относится к нему очень даже. Клён решил раздеться поскорее, Слежит тусклый серый небосвод, У дверей ничейный рыжий кот, Ждет, что угостят, и пожалеет, Дремлет кот, Наверное, видит в снах мышек и симпатичных мурок. В луже медленно плывет окурок, Лодочкой качается на волнах. До чего мурой пора, Рыжий кот ничейный, Клён раздетый, В том году уже я видел это, Видел точно то же и вчера, Кот привык, как видно, как всему. Клён привык послушно раздеваться, Кринфицирует, как попараться, Всё подряд. А мне это к чему? Вот, пожалуйста, рыжий кот, Вот, пожалуйста, лужи. Я думаю, Серёжа, Ты понимаешь, что ты говоришь? Я доверяю. Спасибо тебе. Я думаю, что дальше. Слово предоставляется редактору детской газеты «Ворн и Ёж» Дашкова Наталья Витальевна. Я, если честно, не очень готова, даже не знаю, что сказать, Но самое главное, Серёжа Сергеевич, Я познакомилась два года назад, когда мы вместе работали, сотрудничали в рубрике «Протяни мне свои руки» в «Ворнской неделе». И эта работа была для меня очень важной, потому что благодаря ей я прикоснулась к миру детства и как стала журналистом. Хотя я не профессиональный журналист, я психолог детский. И для меня, как психолога, как начинающего редактора газеты детской, мне очень важно, например, то, что здесь присутствуют дети, и то, что я могу им вручить в оргазе. А ещё мне очень понравились фотографии детей, и я, естественно, видела их не первый раз, потому что это не первый раз в квартире. Я хочу поблагодарить Сергеевича за внимание к моей скромной персоне и к моей работе, поблагодарить его за то, что, познакомившись с этим человеком, я открыла для себя мир, который оказывается мне блидок. как это мир для детей. И к тому же детей связано, в общем-то, наверное, с жизнью в интернете в таких странах. Я постараюсь быть ответственным человеком и должность в том месте достойна. И прошу помощи Сергея Сергеевича, если мне понадобятся, например, какие-то работы, мне бы очень хотелось, чтобы вы не оставили меня без своей поддержки. Ну, точнее, что не больше. Спасибо. Слово представляется, комбината педагогических наук Гоцета Ильини Фирьевского. Добрый день, все присутствующие. Прежде всего, я хотела бы еще поблагодарить Сергея Сергеевича за очередное предложение на свой вопрос. Очередное очень интересное событие в его жизни. И, честно говоря, трудно говорить, что это много, потому что все вот вокруг нас. Мы смотрим, видим и ощущаем каждое послово, но, тем не менее, наверное, у каждого возникает общая одна мысль. Очень красиво. А банальная фраза, но, тем не менее, говорит красота спасет мир. Дай Бог, чтобы все то, что делал Сергей Сергеевич и в своей общественной деятельности, и в своей художественной деятельности действительно помогло спасти мир. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, авторское фотоустройство Сергея Сергеевича Лаврентьева будет проходить с 23 ноября до 23 декабря. В течение этого времени будут проводиться различные мероприятия, такие как барбовские вечера, поэтические вечера, лекции священнослужителей, сотрудников института МВД, концерты детских хоров в Ромославном Лицее и Спасском храме. Мы сегодня будем узнать и сделаем программу. Вот в ближайший будущий вечер с поэтом Виктором Бадраченко, а в следующую субботу, через субботу, как у нас, по-моему, второе число, будет концерт с народным артистом России Владимиром Владимировичем Землянским. приглашаем всех. И еще будет концерт с Игорем Форсановым. Когда распределим программу, и там еще распределят управление культуры, и тогда уже будут знать, а норсы будут по-моему, и мы все будем знать. Спасибо большое. Сейчас можно посмотреть на работу. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Юля, почему опоздала сегодня? Я не нашла дорогу, пап. Не нашла дорогу. Столько народу было здесь, столько интересного всего. Концерт был, открытие. Выставка-то юбилейная. Десять лет, как проходят персональные выставки. Расскажи. Своё слово скажи. Все говорят. Вообще замечательно. Здесь я смотрю, у тебя представлены самые уникальные снимки. Есть мои фотографии. Ты же у меня модель из Перу. Конечно, мне очень понравилась моя сестричка. Моя племянница. Просто прекрасно. И самая лучшая работа особенно. Тема вода. У тебя она особенно просто даётся. Да. А доллар зелёный тебе не понравится? Доллары нравятся всем. Природа меня просто вообще поразила. Под самые лучшие твои работы. Ну вот, в сегодняшней юбилейной экспозиции показано много новых работ. Это 40 работ только я снял за последние, ну вот, лето. Совершенно свеженькие. Осень. Вот это время. Есть и старые. Почему я их оставляю? Потому что народ как бы не отпускает. Вот, например, котёнка в Азии. Он любит его. Я имею в виду, люди любят его. Ну, там другие. Вот этот печальный пёс. Ну, куда он делся? Приходится опять его ставить, печатать. Вот. Здесь экспозиции не полностью. В процессе месяца, она же будет месяц проходить, будем менять работы. Здесь даже вот Костомаровская тематика сюда не вошла. Интересные моменты кое-какие не вошли. Вот. Ну, это новые работы вошли. Вот. И хотелось бы, конечно, если бы побольше было спонсоров каких-то, то я бы выдавал, можно сказать, каждый месяц, вот, грубо говоря, такой продукции. Ну, вот я сейчас понял, что надо делать это. Вроде устал. Думаю, ну, всё. Сейчас вот там в каминном зале Николай Никееврович говорит, что у нас больше не было таких событий, как сегодня. Думаю, боже мой, вроде всё здесь проходит. Ну, этими словами он стимулирует меня. Думаю, опять же надо продолжать. Вот брать за, сами знаете кого, там, бизнесменов, типа, не буду называть фамилии, сегодня он не пришёл. А вот финансировал бы. Ведь они ходят ко мне на открытии. Ходят, все представляют. Ну, хорошо, что сегодня пришёл Иван Петрович Чехнов. Здорово. В этот раз мы уже проводим выставку от Управления культуры, администрации музея Диорамы. И вот мой фонд. Фонд культуры и социальной защиты детей сирот Ласточки на гнездо, входящий в состав общественной палаты Воронежской области в комитет по детской политике. Что сказать о фонде? Чем занимается наш фонд? Фонд культуры и социальной защиты детей сирот Ласточки на гнездо. Открыт он в 1999 году. Много мероприятий правил фонд. Мы проводили и концерты с Жанной Бечерской. Взяли под опеку второй интернат. Шесть лет наблюдали за ним. Спонсорская помощь к нему шла. Пишу в газете «Воронежская неделя» рубрику «Протяни мне свои руки» об этих детях. К сожалению, просто к большому сожалению, интернат расформировался. Местная власть в этом виновата. Просто поддержать надо было. Вот захотели. И они не нашли другого места под кадетский корпус. Отняли это здание у сирот. Раскидали по области. Тем более разлучили. Они детей, близняшки даже есть. Даже братья, сестры. Вот сейчас наша задача собрать их. В кучу собрать. Сейчас прокуратура этим занимается. Мы сейчас пока взяли еще под опеку социальный приют. Тоже оказываем помощь. Ну а дальше посмотрим. Будут проходить выставки, акции. Будут по-прежнему какие-то другие мероприятия. Как вот здесь на выставке. Концертные программы. Так же будут и на... Как проходили в интернате. Чтобы обратить внимание общественности к проблеме сиротства. В интернате мы проводили большие концерты. Вот. И в залах концерты. Дети ездили. Отправляли детей по святым местам. Ну все было. Жалко, что детей вот так вот так получилось. Будем надеяться на лучшее. В заключение мне хотелось поблагодарить студию Мастер Видео Плюс. За съемку. За то, что вы здесь работали. И причем отражаете эту вот выставку, другую, другие акции.